Хочется сказать слава нашему Господу. И я сегодня хочу говорить о чуде Божьем. Оно произошло 18 лет назад, и мы его узнали совсем недавно. Вы знаете, когда нашего сына позвали в военкомат, чтобы обследоваться, ну, как обычно, это комиссия, и в одних из дней он позвонил и говорит, мама, здесь врача много непонятного, мне надо много что сделать, снимки, анализы, и тебя саму приглашает врач. Все это передали в больницу, и в назначенное время я явилась туда. И у нас состоялся разговор, и врач говорит, я понимаю записи, я понимаю, что здесь написано, но когда я смотрю, я не понимаю, как могло это быть. И она у меня спрашивает, вы читали? Я говорю, я читала, но я не медик, и, может, многое чего не поняла. А что ваши врачи вам говорили? Вы знаете, как раз в тот момент, когда было рождение ребенка, у нас на участке менялись врачи, и меня никто ничего не информировал. И там собрали консилиум, и врач говорит, когда мы делали снимки, мы понимали, что было повреждение. С этим повреждением в самом лучшем случае, что люди умирают. В тяжелом случае, когда остаются жить, это овощ, который на инвалидном коляске. Вы знаете, я слушаю, и много чего не понимала. Они говорят, вы на учете стояли? Я говорю, нас никто и не ставил даже. И они сами задавали вопросы, и сами себе отвечали. Я даже не могу сказать, сколько раз они сказали, слава Богу. И вы знаете, потом они сказали, расскажите мне о ваших родах, потому что они понимали, что это во время родов произошло. И я говорю, что в моем понимании, что у меня роды начались в предродовой, но врачи не захотели принимать там роды, и мне надо было добраться в родзал. Ну, а там все очень быстро получилось. Когда я задала вопрос, вспомню, врачу, я заметила, что глазик не до конца открывается, и нет симметрии у губ. На что мне был ответ, вы захотели такого большого родить, и чтобы у вас было все хорошо, у вас все наладится. Я, Марка, родила 4860, и то, что вот, ну, я видела вот эти вот, как бы, можно сказать, что я видела, то оно буквально прошло, может, через пару месяцев. И врач, помню, педиатр, она, когда вот он пришел на наш участок, она говорит, будем наблюдать, во сколько он пойдет, и тогда, если что, будем обследовать. Знаете, он пошел до года, и как бы такового обследования не нужно было. И я сегодня хочу сказать, знаете, мы бы этой милости, может, и не узнали, если бы не военкомат. Потому что оно очень гладко все сошло. Единственное, что я эту беременность не забуду никогда. Когда я забеременела, с первых дней у меня было желание, я могла то ли что-то делать, я могла просто перед едой, я всегда, Господи, чтобы был ребенок здоров, чтобы был ребенок здоров. И мне эта мысль, и это желание молиться за это было 9 месяцев. И я вспоминаю тот случай, когда это уже на второй половине беременности я стала понимать, что мне нужен служитель. Я даже сразу как-то молилась сама, как бы как сражалась, как какая-то вот молитва была такая, знаете, ну, она как битва была. Я вспоминаю, как я собралась с силами и пошла к служителю. И сказала, что вот свое такое желание, и что это желание меня не покидает, я могу проснуться об этом молиться, я могу что-то делать об этом молиться. И служитель совершил молитву, совершил с помазанием елея. И мне даже легче как-то стало. Но пришло, когда вот время идти в роддом, я вспоминаю, что я выходила вперед, и тоже была совершена молитва. И когда я уже была в роддоме, это желание меня не покидало. Но знаете, когда прошли роды, все, оно куда-то ушло. И сегодня, когда уже ему исполняется вот в сентябре 20 лет, два года назад, мы всей семьей понимали, через что мы проходили. И хочется сказать «Слава Богу!» Вы знаете, даже не представляешь, что могло бы быть. Вы знаете, я рассуждала, когда вот даже готовилась к этому свидетельству, и думаю, Господи, а сколько, когда мы и не узнаем об этих милостях, когда вот оно вроде бы само собой прошло, и даже не открылось никакой дверцы, чтобы узнать об этих милостях. И сегодня мы здесь, чтобы благодарить живого Бога, действующего Бога, а самое главное – нашего Бога. И знаете, когда мы стали дома рассуждать, как, что, вы знаете, и слов нету. И эти врачи говорили, вам просто повезло. Это не улучшается, это просто ребенок погибает или остается инвалидом. Вы знаете, когда они по снимкам делали КТ, МРТ, там все, что можно было, сделано, и понимают, что было, а сейчас нету. Живой наш Бог, сильный наш Бог. Слава Богу! Амин. Аминь. Продолжение следует...